МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семьянин Города назвали уже несколько дней назад. Премию мужчина городского округа Самара выручают впервые, как ответ уже традиционной женщине года. Дипломы и поздравления получали те, кто в работе или общественной жизни доказали, что действительно принадлежат к сильному полу. О настоящих защитниках, людях с остальным характером и чуткой душой расскажет Марина Кравцова. Уже 20 лет работает на заводе «Прогресс». Трудяга, замечательный специалист и семьянин считают коллеги. Именно в номинации глава семьи Александра Медведкова выдвинули на конкурс «Мужчина года». Медведковы вырастили своих троих детей. Решили, любви хватит и на чужих. Полгода назад взяли из детского дома сразу двух маленьких девочек. Все заботы на жене, она умница, скромно рассказывает кормилец очень большой и дружной семьи. Почему, я тоже не знаю, детей бросают? У каждого ребенка должна быть семья. Мама, папа. Кто-то заботился о них. Премию «Мужчина года» в Самаре вручают впервые инициаторами. Честовать лучших профессионалов, защитников, общественников, благотворителей стали прекрасные дамы. Союз женщин при поддержке администрации Самары, городской думы и профсоюзов. Давайте вспомним, что первым на Земле появился человек, мужчина. Первый в космосе был мужчина. И в наше время с нами рядом живут замечательные мужчины, достойные люди во всех отраслях сферы и промышленности. Сегодня мы с вами говорим о мужчинах, которые достигли огромных высот, которые каждый день трудятся на благо нашего родного города Самары. Мы ценим ваш профессионализм. Мы ценим ваш сильный, иногда стальной характер. Больше всего в этом году победители в номинации «Мужчина-профессионал». Девять человек оказались лучшими в профессии. Врачи, конструкторы, учителя и артисты. Для Станислава Платошина дело всей жизни – помогать людям. За травматолога с 43-летним стажем болели не только коллеги, но и тысячи пациентов. Радость – это иметь возможность помочь людям. Когда ты видишь, допустим, у нас ведь травматология, когда видишь, скажем, разморженную кисть, оторванную конечность и так далее, и потом ты своими руками все это приводишь в порядок, собираешь и добиваешься того, чтобы человек потом смог работать на своем прежнем месте. Вот это самая большая радость. В Союзе женщин Самары намерены чествовать настоящих мужчин каждый год, а количество номинантов будет только увеличиваться. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Сначала они защищали Родину, теперь Родина не забывает их. Ветеран Великой Отечественной Иван Корнаухов 18 лет ушел на фронт. Участвовал в тяжелых боях под Москвой на Курско-Орловской дуге. Но долгое время жил в ветхом жилище, и лишь после обращения к губернатору ему помогли с квартирой. Как теперь живет защитник Отечества, увидел глава города Олег Фурсов. В гостях у ветерана побывала и Марина Матвейшина. Не волноваться и каждый день делать восточную гимнастику. Такой рецепт еще в 40-х годах Иван Корнаухов получил от врача, который выходил его после ранений и контузии в боях на Курско-Орловской дуге. Иван Алексеевич соблюдает его до сих пор. И в свои 94 фору даст любому молодому. Правда, война дает знать о себе болью в ногах. Да и снится часто. Особенно самый страшный момент – бой в деревне Крюково под Москвой в декабре 41-го года. – Одеты мы были по-летнему. Под 40 градусов мороз. Дивизия погибла за часа-полтора. Замерзла в основном. Вот меня что спасло? Я командир взвода. Санкт-Петербург Носильщиков был. У меня огромная сумка была и крест на ней огромный. Я вот потом все думал. Я думал, если я в снег лягу, то это уже смерть. Ну а в общем там и раненые не давали себе это. Он и так замерзает. А тут еще вот у него там ранения везде нужно разрезать и все на свете снимать. С Днем защитника Отечества ветерана поздравляет глава города Олег Фурсов. Иван Алексеевич с гордостью проводит экскурсию по своему жилищу. Особенно отмечает вид из окна. Квартиру ему удалось купить с помощью субсидий программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Из федерального бюджета ему выделили более миллиона рублей. Очень уютно у вас. Очень красиво. И субсидия, кстати, оказалась, да? Субсидия? Субсидия, чтобы меня выручила. Выручила. Она меня в них ботила. Ну вот губернатор нас нацеливает на то, чтобы условия были достойные жизни. А если бы не Николай Иванович, я бы тут все равно никогда не был бы. Сейчас Иван Алексеевич живет один. Но скучать и грустить ему не дают. Постоянно приходят гости, а по хозяйству помогают дочь и внучка. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Ко дню защитника студенты-повара Самарского кулинарного техникума решили приготовить подарок. Изобрести новые рецепты солдатской каши. Ну и куда же без классики жанра. Стандартную гречку с тушенкой тоже не обошли вниманием. В том, что каши бывают разные, убедилась Марина Мирная. Из пшена, перловки, гречки и даже манки можно сделать солдатскую кашу. Повара кулинарного техникума соревнуются в умении удивить проголодавшихся гостей. Ребята проявляют изобретательность. Виктор Санджиев за вдохновением обратился к историческим корням. Готовит на восточный манер фронтовая каша с кониной. У меня отец в Калмыкии вырос. Там мы в основном, они пошли от монголов. Там было все, кони в основном. Вот из них делали все. И ели это все было. Было вкусно, говорят. У Никиты Прохорова почти традиционный рецепт. Привычная гречка, лук вместо мяса – шампиньоны. Юный повар говорит, полезных веществ в них не меньше, чем в тушенке. В том, что будет вкусно, кулинар не сомневается. Знает секрет. Добавить специи по вкусу, готовить как бы с душой, чтобы самому нравилось. Ну и вот как бы все. На празднике в честь 23 февраля, пока ребята трудятся на кухне, младшим школьникам показывают музей, посвященный работе поваров в военное время. И демонстрируют уникальный продукт. В кулинарном техникуме испекли хлеб по рецепту того, которым кормили жителей блокадного Ленинграда. Это стандартная современная булка белого, к которой мы все привыкли. Такие буханки 250 граммов делали в годы войны. А это те самые знаменитые 125 граммов, которые выдавали людям в блокадном Ленинграде. Минимальная пайка. Инесса Монадышева в блокаду была совсем малышкой, но голод помнит отчетливо. Сейчас женщина часто встречается со школьниками и учит их к хлебу относиться бережно, даже крошки не выбрасывать. Я через мясорубку, валиваем там котлеты или что там есть отца. У нас всегда все в пределе. Стараемся все, чтобы не отца. Потому что мы знаем, как все это тяжело достается. А уж в сельском хозяйстве тем более. Поэтому надо всегда хлеб, ребятишки, берегите. По итогам кулинарного состязания лучшую солдатскую кашу так и не выбрали. Все хороши. Все сварены от души и с добром. Повара могут с гордостью включать в свои меню новое блюдо – добрая каша. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. На этой неделе Китай стал чуть ближе к Самаре. Через столицу 63-го региона пройдет так называемый «красный маршрут» по местам, исторически связанным с советской эпохой и близким сердцу китайским строителям светлого коммунистического будущего. Намерения уже подтвердили документально. Областной департамент туризма и Чунцинское турагентство подписали соглашение о сотрудничестве. Что это даст Самаре и когда ждать гостей из Поднебесной – подробности в сюжете. За 130 лет с момента постройки здание усадьбы купца Рытикова ни разу не перестраивалось и практически не изменилось. Сейчас здесь расположен дом-музей Ленина. В мае 1890 года в квартиру на втором этаже переехала семья Ульяновых, где они прожили чуть больше трех лет. За это время Владимир Ильич получил диплом юриста и устроился на работу в Самарский окружной суд. И именно в Самаре Ленин начинал свой путь к революции. Памятник архитектуры федерального значения с мемориальной экспозиции, где восстановлена обстановка, в которой жил Ленин, станет частью красного туристического маршрута. Кроме Самары он пройдет по Ульяновску, Казани, Москве и Санкт-Петербургу. Рассказывать будут об истории строительства коммунизма, а туристами станут китайцы. Десятки миллионов из них выросли на советской литературе и кинематографе. Мечтают побывать в России и своими глазами увидеть наследие Советского Союза. Нам интересно прошлое России и идеи коммунизма. В России сейчас развивается проект «Красный маршрут». У нас в Китае тоже был похожий проект. В России он связан с местами работы и жизни Ленина, а в Китае – с жизнью Мао Цзэдуна. Китайский город Чунцин, родина Большой Панды Ичая, чем-то похож на Самару. Он тоже был запасной столицей, и там живут самые красивые девушки Поднебесной. «Красным маршрутом» сотрудничество двух городов не ограничится. Список волжских достопримечательностей составит для всех возрастов. У нас есть уникальные природные достопримечательности. У нас есть Волга, у нас есть замечательные речные маршруты. Сюда будут приезжать в рамках этого соглашения группа молодых людей, которым интересен чемпионат мира по футболу, опыт подготовки к чемпионату мира. В планах организовать прямые перелеты между Самарой и Чунцином. Тем более, что по договоренности правительства России и Китайской Народной Республики организованные тургруппы смогут путешествовать без оформления виз. Еще один плюс. Согласно подсчетам, именно китайцы стали лидерами по количеству турпоездок в Россию. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Есть новости в мире науки. Солнечные батареи в открытом космосе. Самарские изобретатели снова впереди планеты всей. Уникальное покрытие для солнечных батарей должно поднять эффективность и в перспективе снабжать электричеством огромные космические станции. Это за пределами атмосферы, а на Земле такие пластины смогут обогревать дома и освещать поселки. Вопросами нанофизики занялась Марьяна Мирная. Впитывают солнечную энергию, как губка, рассказывает доцент кафедры наноэлектроники Наталья Латухина, демонстрируя уникальную разработку университета. Под ее руководством группа ученых изобрела пористое покрытие для кремниевых солнечных батарей, которое при нагреве от солнечного света вдвое увеличивает количество отдаваемой энергии. Мы можем нанокристаллы делать вот таким способом. То есть получается, что на вот эти стенки пор, которые я показывала в фото, они все покрыты этими маленькими кристалликами. То есть мы получаем большой массив этих кристаллов. И вот их роль, кажется, что их чисто внешне совершенно одинаковые, а ток дает в два раза больше. Весной опытные образцы разработчиков отправятся на испытания в открытый космос на борту космического аппарата АЭС-2. На спутник установят 13 новых солнечных батарей с пористыми слоями и нанокристаллами кремния. Для сравнения на крыло спутника поместили и традиционную пластину. Обычные традиционные вот эти вот батареи, значит, у них радиационная стойкость за 20 лет, они теряют параметры на 15%, ну на 20%. То есть в год это 2%, да, даже меньше, 1% в год получается. Я говорю, вот, а наши должны быть еще более стойкими. Сколько продлятся испытания, пока сказать сложно, но показания с пластин будут анализироваться постоянно. В идеале специалисты должны найти солнечную батарею, экономичную, эффективную и прочную. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Тем временем в Самаре начался сбор донорской крови и кроветворных клеток. Тысячи больных онкозаболеваниями по всему миру нуждаются в этих клетках. И, возможно, кто-то из нас может спасти чью-то жизнь. Так именно онкология – вторая по чистоте причина детской смертности в мире. На акции побывала и наша съемочная группа. Донорскую кровь Антон Селиверстов сдает не впервые, но на этот раз на предмет кроветворных клеток. Антон говорит, если с их помощью удастся спасти какого-то человека от лейкоза, готов проходить длительные процедуры. А сейчас первый этап. Если моя кровь подойдет, то будет следующий этап, и уже будет полное обследование. В донорстве кроветворных клеток нуждаются сотни людей в Самарской области и тысячи по России. Сейчас создается общедоступная единая база доноров, чтобы врач-онколог из любого региона мог найти спасение для своего пациента. Нужно полное совпадение показаний, которое бывает крайне редко. Совпадение настолько редки, например, один к пяти тысячам, к десяти тысячам. То есть нужно обследовать 5-10 тысяч доноров, чтобы найти совместимого хотя бы одному пациенту. Вот в нашем регистре сейчас около 3200 доноров, но ни одного совместимого донора мы так и не нашли. Потенциальным донором может стать любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Нужна всего одна пробирка венозной крови и заполненная анкета. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Сразу 18 новых скульптур появилось в Самаре. Жаль недолговечных. Фигуры изо льда и снега украсили сквер на площади Куйбышева, превратив его в музей под открытым небом. Архитекторы и дизайнеры со всего города воплотили свои творческие идеи. К сожалению, вскоре скульптуры пострадали от рук вандалов. Давайте вспомним, какими они были сразу после создания. Снежная гора, ветки и краски. Все, что потребовалось самарским архитекторам, чтобы сотворить свои шедевры. Сразу у входа в сквер самарца встречает большая снежная арка «Шаг вперед». Смысл здесь заложен философский. Это такой портал, который обозначает как точку, наверное, размышления. Когда сказали, что тема взаимодействия, как-то вот сразу представился какой-то портал, через который можно проходить, выходить, либо обходить, то есть именно взаимодействовать с этой фигурой. От фигур абстрактных к сюжетам более жизненным. Рядом на постаменте возвышается суровый лев. Около него фигура дрессировщика. Композицию под названием «Последняя гастроль» делали два дня. Рассказали трагическую историю из жизни заезжего Шапито, завожив в название нашей работы некую двусмысленность «Последняя гастроль». Пытались максимально отразить тему фестиваля. Мы надеемся, что они очень долго простоят, до весны. Мы надеемся, что их не сломают и будут радовать горожан, и детей в первую очередь. Организаторы планируют проводить фестиваль арх-гастроли ежегодно. Возможно, даже делать его не только зимой, но и летом. Тогда материалом для творчества послужит песок. Изо льда можно построить не только отдельные фигуры, но даже целый кинотеатр. Это доказали волонтеры и Самарская областная детская юношеская библиотека. В Самаре открыли по-настоящему зимний кинотеатр под открытым небом. На первом киносеансе в холодном, но уютном зале побывала Мариана Мирная. Кто сказал, что построить кинотеатр дорого и долго? Разноцветная стена на проспекте Ленина – ничто иное, как кинозал. Строили его волонтеры три недели после учебы и работы. Сначала мы укладываем на кирпич, который сделан изо льда и краски, слой цемента. Цементом мы называем снег, смешанный с водой. Мы кладем вот этот цементик и сверху еще один кирпич. И все дырочки заделываем снегом. Четвертый год подряд областная детско-юношеская библиотека устраивает творческие долгострои. Три недели ребята собирали коробки от сока и молока, чтобы наморозить кирпичей для кинотеатра. Технологию заново не придумывали, позаимствовали у северных народов. Мы позаимствовали технологию строителей иглу. Вот те кирпичики, которые создаются из льда, потом соединяются с нежной крошкой, замоченной в теплой воде. И создается такой цемент, который позволяет кирпичикам складываться между собой. И вот позволяет нашему строительству осуществляться. Еще предстоит возвести крышу и завершить отделку внутреннего убранства. Судя по погоде, кинотеатр должен простоять неделю. Потом, конечно, растает, но следующей зимой сотрудники библиотеки обещают придумать что-нибудь новое и не менее интересное. Ледяной кинотеатр – это рукотворная работа. Вот из таких кирпичиков создается место, где можно посмотреть фильмы о Самарском крае. Он оснащен всем необходимым. Можно прийти, взять горячий чай, сесть на пуфик, укрыться пледом. Приятного просмотра! Первым зрителям демонстрируют фильм об основателе Самары Григорий Засекини. В год кино особенно актуально побольше узнать о людях, благодаря которым стоит на Средней Волге славный город с полувековой историей. Они все-таки как-то подбадривают молодежь, потому что приближают их к тому состоянию, когда хочется что-то узнать побольше о родном крае. И это совсем я не преувеличиваю, что мое глубочайшее убеждение, что должен человек нормальный рассказывать про свой край несколько часов. Ледяной кинотеатр будет работать до 26 февраля. Посмотреть фильм можно бесплатно с 19 до 20 часов вечера. Марианна Мирная, Григорий Плешаков, События. До весны осталось чуть больше недели. В Самарском зоопарке это как нигде чувствуют. В приближающуюся пору любви его сотрудники решили отметить конкурсом. Посетители выбирали самую романтичную пару животных. Андрей Трой тоже отдал за нее свой голос. Все обитатели зоопарка, кто живет со своей половинкой, приняли участие в конкурсе на лучшую пару. Обезьяны, леопарды, рыси, лисы и даже аллигаторы и змеи. Хладнокровные тоже способны на страсть. Одними из претендентов на главный приз считалась роскошная пара леопардов из Южной Америки. Но победа в итоге досталась не им. Участие принимали 30 пар. И сегодня победителями стали еноты-полоскуны, лизы и матроски. Черноглазые милахи не оставили равнодушными никого. Даже царь зверей, играющий с бантиком, не вызывает такого умиления, как любопытный черноглазый енот. Мы просто смотрели, там рептилии смотрели, птичек, вот рыбок, и подошли и спросили, кто мне больше понравился. Я сказала, еноты. Ну они хорошенькие такие вот, мягкие, ну я не знаю, хорошие. За победу Лиза и матроскин получили съедобную валентинку. Дольки апельсина и прочие вкусные и полезные для животных деликатесы еноты быстро съели, не забыв по традиции прополоскать. Кстати, это одна из причин, по которым специалисты не рекомендуют заводить дома енотов. Они получат все, что только можно, включая сотовые телефоны и документы. Победа Лизы и матроскина еще раз подтверждает популярность енотов в современной культуре. Потому что в интернете полно картинок и мемов, посвященных этому замечательному и очень интересному виду. После торжественного обеда оба победителя удалились ко сну в весьма своеобразной манере. Андрей Трой, Григорий Плешаков, События. На работу теперь только в среду. Успейте все, что запланировали на эти праздники. Удачи, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова